В этом ролике я расскажу обо всех режимах поиска металлоискателя Force Core. Режим дискриминации 2. Это двухтоновый режим. Глубина обнаружения в нем максимальна среди всех режимов дискриминации. В этом режиме металлоискатель подает низкий сигнал при обнаружении железа, а при обнаружении всех других металлов однотонный сигнал аналогичный режиму основного поиска. Тон этого сигнала повышается по мере приближения катушки к цели. Режим дискриминации 2 наилучшим образом подходит для поиска на чистых площадках без большого количества металлических отходов. Однако при поиске в каменистом грунте или грунте, содержащем металлический мусор, можно увеличить глубину обнаружения, используя ID-маску и двигая поисковую катушку медленнее, чем обычно. Функция ID-маски в этом режиме доступна. Значение ID-маски по умолчанию равняется 10. Таким образом, вы можете игнорировать сигналы от положительных и отрицательных горячих камней. Для получения точных результатов необходимо выполнить балансировку по грунту. Теперь давайте посмотрим, как работает функция ID-маски. В данный момент мы получили значение ID, равное 20. Устанавливаем значение ID-маски на 20. Как мы видим, теперь металлоискатель не подает никаких сигналов для этой металлической монеты. Режим дискриминации 3. Это трехтоновый режим дискриминации. В этом режиме металлоискатель подает низкий ворчащий сигнал при обнаружении железа и черных металлов. Низкий сигнал при обнаружении золота и амальгамы. И высокий сигнал при обнаружении других цветных металлов, таких как серебро, латунь или медь. Функция ID-маски в этом режиме также доступна. Ее можно использовать для игнорирования нежелательных целей. Этот режим идеален для поиска в грунте с содержанием отходов и различных металлов. Благодаря аудиодискриминации вы можете значительно ускорить поиск. Режим проводящего грунта. Это специальный режим металлоискателя Force Core, разработанный для поиска в электропроводящем грунте, таком как влажный прибрежный песок, солончак и другие. Этот режим имеет две важные особенности. Первая особенность — это значение ID-маски, настроенное по умолчанию на 40, что позволяет игнорировать сигналы от черных металлов и минерализованного грунта. Вторая особенность — это легкость балансировки по всем типам грунта, которая достигается тем, что в данном режиме баланс грунта настраивается автоматически, в диапазоне от 0 до 90, в то время как в других режимах дискриминации — в диапазоне от 40 до 90. Для примера мы попробуем выполнить балансировку по горной породе с содержанием железа в одном из других режимов. Как вы видите, баланс грунта не настраивается. А теперь проведем балансировку в режиме проводящего грунта. Баланс грунта легко настраивается в автоматическом режиме. Этот режим позволяет легко произвести балансировку на проводящем грунте, что в других режимах может быть затруднительно или вовсе невозможно. Так как значение ID маски в данном режиме установлено на 40, металлоискатель не подает сигналы об обнаружении черных металлов. При снижении значения ID маски металлоискатель подает низкий звуковой сигнал при обнаружении черных металлов. При обнаружении всех других металлов подается однотонный сигнал, такой же, как в режиме основного поиска, тон которого повышается по мере приближения катушки к цели. Режим основного поиска. Иногда его называют режим для поиска всех металлов. В этом режиме металлоискатель имеет наибольшую глубину обнаружения. В отличие от других режимов, в режиме основного поиска слышится постоянный пороговый сигнал, громкость которого оказывает непосредственное влияние на глубину обнаружения и регулируется путем настройки порога. В режиме основного поиска металлоискатель обнаруживает цели всех типов — металлы, высокоминерализованные породы и другие без дискриминации. Значение ID обнаруженной цели отображается на дисплее, а устройство генерирует сигнал одинакового тона для всех целей. Тон сигнала повышается по мере приближения поисковой катушки к цели. Сигналы от положительных горячих камней аналогичны сигналам от металлов и представляют собой короткие свистящие звуки. Как правило, значения ID для них лежат в диапазоне от 1 до 5. При обнаружении отрицательных горных пород металлоискатель подает более длинный пружинящий звук. При этом значение ID не присваивается независимо от силы сигнала. В редких случаях могут быть присвоены ID в диапазоне от 95 до 99. В режиме основного поиска функция ID маски недоступна и затенена в меню.